Он авторитетный агроконсультант и хорошо знает ситуацию во всех трех регионах Аграрного Треугольника. В начале лета, когда мы собирались по результатам аномальных событий нынешней весны, Александр Валентинович как раз сказал, что о сортах говорить пока рано. Мы сможем о них говорить после того, как уберем зерно. Ну вот и о сортах, и вообще о типичных ошибках аграриев хотелось расспросить и услышать от него рекомендации. Что делать, как застраховаться от ошибок на будущее. Вот как сказал Владимир Васильевич, чтобы таблетку про запас. Ну, уважаемые господа, дамы, значит, что касается текущего года, то мы уже 2 июня, когда мы собирались, да, мы говорили тогда более подробно о проблемах и ошибках, с которыми столкнулись. Ну, я их кратко повторю, очень коротко. Значит, первое. Осень для всех в Ставрополь, Ростов, Краснодар сложилась неоднозначно. Где-то локально прошли хорошие осадки. Это в основном северо-запад, часть северо-востока, часть центра области и на востоке, и немножко на юге. Здесь были получены хорошие всходы, мощное развитие. Аналогично и в Краснодарском крае, на большей территории. Но если брать Ставрополь, то благоприятная ситуация где-то была на половине площади. Ну, это в основном районы, которые примыкали к Краснодарскому краю, Новоалександровский, Забильницкий, вот наш Краснодарский, к нам привыкал, который Краснодарский. Здесь были шикарные зимы, мощное развитие. И уже перед выходом зимовки, которой толком, можно сказать, и не было, там было продуктивных стеблей, вернее, общее количество, было на некоторых посевах больше 20 миллионов. То есть сумасшедшая густота была. И, естественно, запасы продуктивной влаги не пополнились должным уровнем крови северо-западной зоны Ростовской области, когда мы делали анализ по запасам продуктивной влаги, у нас единственная выделялась северо-западная зона. Все, везде был дефицит влаги, и в Краснодаре, и в Ставрополе, везде был дефицит, причем в Ставрополе особенно острый был дефицит. Да, восточные районы были катастрофы, так же, как и Калмыкия, так же, как и Астрахань, часть Волгограда тоже, и даже часть Воронежской области тоже была проблемная. В этой ситуации теплая зима спровоцировала то, что многие кинулись кормить, кто в январе, кто в феврале, на такую мощную густоту, при отсутствии результатов анализа по влаге и по минеральному азоту, в общем-то, начали кормить. В итоге, вы помните, 8 марта, когда было у нас больше 20 градусов тепла, да? То есть, к этому моменту активно бурный рост спровоцировали от зимы пшеницы. В итоге, где-то в третьей декаде марта у нас зашла первая волна таких холодов, она остудила чуть-чуть горячие лица. И те горячие ребята решили, что больше заморозков не будет и начали работать интенсивно подкормками, интенсивно аминокислотами, стимуляторами. То есть, реанимируют, так сказать, эту волну. Только они это сделали, реанимировали, зашла вторая волна, апрельская уже. И после второй волны серьезно пострадали посевы азимового рапса, азимового ячменя и тех сортов азимовой пшеницы, которые были уже фактически в фазе трубкования. А вторая и третья волна заморозков, которая была в апреле месяце, уже пришлась на некоторые сорта, были в фазе второго и даже третьего междоузля уже было на поверхности. То есть, колос был практически полностью уязвим. И даже минус 7 градусов уже все, уже это гибель. Потому что фазу начала трубкования держит азимовая пшеница только минус 9, а фазу полного трубкования уже минус 5, минус 7. И все. И поэтому у нас были фактически морозы, а не заморозки. Из ошибок, которые дальше наделали, когда в стрессе находящиеся растения, их продолжали, особенно староопольчане, кормить кассом, чего категорически нельзя было делать. Нужно было проводить только прикорневые подкормки, для того, чтобы дать под корень, потому что листовой аппарат был измочален и практически уничтожен. Нужно было только через корень давать питание. Следующая ошибка, которую сделали, это когда безалаберно применяли гербициды. Тот, кто запланировал, допустим, 2-4 декамбу, их применяли уже, когда их нельзя было по срокам применять. А сульфанилмочевины применяли под заморозки, в итоге ситуация еще больше усугубилась. Поэтому кучу ошибок понаделали. Мало того, что рану начали кормить, не тем, как надо кормили, гербициды неправильно применили, и стимуляторы с микроэлементами, с аминокислотами неправильно. Вот это спектр ошибок. Потом у нас в целом благополучный был май месяц, эта ситуация существенно улучшила. Но там, где были серьезные проблемы, они так и остались. Это вот к ошибкам. Теперь какие сорта у нас выделились? Я буду говорить о разных селекцентрах, о разных селекционных группах, Потому что у нас, если говорить о Ростовской области, у нас присутствуют украинская селекция, чешская селекция, немецкая селекция, датская селекция, австрийская селекция, зерноградская селекция, тарасовская селекция, краснодарская селекция и ставропольская селекция. То есть 9 селекций у нас присутствуют в Ростовской области. Значит, на юге это приазовская южная зона и большая часть центральная, и часть восточной зоны это преимущественно краснодарская селекция. Запад, северо-восток это преимущественно тарасовская селекция. Восток и центр это тарасовская и зерноградская селекция, преимущественно, плюс одесская. Значит, по результатам, что надо сказать? Ну, вы знаете, что селек-центры постоянно, каждый год выбрасывают огромное количество сортов, рисуют потенциалы, там и 110, и 120, и 130 центров. Мы оцениваем сорт о том, насколько он реализует заявленный потенциал в производстве. Так вот, из ныне распространенных сортов лучше всего реализовали заявленный потенциал из сортов зерноградской селекции. Это еще созданный Иван Григорьевичем Калиненко, сорт Ермак. У него была заявлена продуктивность 75-80 центров, реально производство получали 70-75 центров. То есть, практически больше 90% от заявленного потенциала было реализовано. На втором месте идет сорт Гром. У него заявленный потенциал 110-115 центров, реально в производстве получали 100-105 центров. И даже в этом году, в 2020 году на орошении по этому сорту было получено 96 центров. У нас в области, где он возделывался на орошении. Это рекордная цифра. Ни один сорт больше не дал. Даже при размещении на орошении в благоприятных условиях, когда его оценим. Поэтому, если брать суммарно площади посев и реализованный потенциал, это вот у нас два лидера сорта. Это Ермак и Гром. По, если мы берем, ну, Ермак у нас уже возделывается больше 25 лет, а Соль-Гром у нас только 10 лет возделывается. Если мы берем последние десятилетия, которые есть, то у нас явно три лидера сорта. Это Гром, Таня, Юка. Три сорта, которые явно выделяются. Из заявленных, которые раньше нам говорили, что вот они придут на смену. Стан, Баград, значит, эти сорта, бригада, они ничего себе не реализовали. Более того, Стан в этом году конкретно провалился. Так же, как провалился Караван, Ваня. Просто ужасно себя они чувствовали. На какие новые сорта стоит обратить внимание, даже по результатам этого года, по Краснодарской селекции. Это Тимирязевка 150, Сабербаш и Кавалерка. Вот эти три сорта, они явно что-то из себя представляют. По Ставропольской селекции явно очень хорошо себя зарекомендовали три сорта. Это Арсенал, Стать и Сталка. Вот эти три сорта, они, если мы посмотрим по разным зонам, в целом, они были на уровне лучших краснодарских образцов. Будем так говорить. Это одесская селекция. Мы сейчас дойдем до одесской селекции. По одесской селекции выделилось явно два сорта. Это княгиня Ольга из Устрич. Вот эти два сорта, они являются лидерами и по продуктивности, и по устойчивости вот именно к неблагоприятным весенним факторам. По, значит, из новых сортов, которые импортная селекция, чешская, выделила сорт Юлия. Значит, очень хорошо себя зарекомендовали такие сорта, как Скипетр, Московская 56, Бирюза, Льговская 4. Но это в основном в север Ростовской области. Этих сортов не было на юге, они не присутствовали. Что касается Тарасовской селекции, то традиционно очень неплохо себя показали такие сорта, как Золушка, Донская Лира и Магия. Вот эти три сорта, они, в принципе, обеспечили уровень урожайности даже на северо-востоке, где менее благоприятные условия, больше 60 центеров на этих сортах получали. Вот, это что касается сортового состава. По зерноградским новым сортам выделился Лилит и остальные сорта так. Я полностью согласен с тем, что в этом году у нас провалились все раннеспелые сорта. Это и традиционно наша станичная, это и заявленный качественный раннеспелого стан, который Краснодар у нас продвигал и который потерпел полное фиаско. И проблема в чем заключается? Проблема заключается в том, что выброс большого количества сортов без технологической доработки и проверки их исследовательских учреждений приводит к тому, что все методом проб и ошибок вы набиваете шишки и тем самым объективно не можете дать соответствующей картины. Поэтому вы даете картину субъективную, она у каждого совершенно разная и из-за этого получается чехарда. Очень сложно делать анализ, только надо брать большой массив, смотреть, где какие условия сложились. Теперь, как нужно подходить к подбору сортов. То есть алгоритм подбора сортов следующий. Первое, надо посмотреть на структуру предшественников. У нас в Ростовской области высевается 2,6 миллиона гектаров зимой пшеницы, хотя по научно обоснованной системе земледелия мы должны были остановиться на площади 2,4 миллиона. Почему? За счет чего происходит этот перекос? Этот перекос происходит за счет ухудшения структуры предшественников зимой пшеницы. Если мы посмотрим сейчас структуру предшественников, то у нас три основных предшественника зимой пшеницы. Это пар, которого от 900 до 1 миллиона гектаров. Это колоссовые, то есть азима-пазима. Ее тоже порядка 800 тысяч гектаров в качестве предшественника. И это подсолнечник, которого 500-600 тысяч. Из этих трех основных предшественников два предшественника неблагоприятные. Потому что если бы у нас высевалась, допустим, азима после паровой азимой, это один момент. А у нас зачастую высевается, допустим, если брать южную зону, приазовскую зону, где доля паров до безобразия сокращена, а во многих хозяйствах вообще их нет. То говорит о том, что высевают, как правило, часто и густо азима-пазима после подсолнечника. То есть это совершенно неблагоприятный вариант чередования. В итоге что мы получаем? Мы не имеем глубинной влаги, мы не имеем нормальных условий для развития азимой пшеницы. Сейчас с точки зрения подхода к пару изменились. Даже на юге есть хозяйства, которые отказались от традиционных паров, черных паров, а перешли на химические пары. И надо сказать, отдача, вот если брать в этом году, то разница в урожайности, допустим, азима-пшеница по самому благоприятному предшественнику, допустим, горох, она была в районе 5 тонн. А вот урожайность по пару была в районе 6-7 тонн по пару. Поэтому, более того, пар, который химический, он создаёт глубинные запасы влаги, которые позволяют другие 3-4 культуры получать урожайность. Допустим, без пара практически невозможно вести земледелие. Ни в Волгоградской, ни в Астраханской области, ни в Востоке Ростовской области, ни в Калмыкии, ни в таких районах Ростовской области, как, допустим, Мобливский, Морозовский, Цемлянский, Пролетарский, даже часть этого Веселовского района. А всё это считается у нас центрально орошаемой зоной. У нас, сказать, что в Сальском районе парам не уделяется должного внимания. Ни в Сальском, ни в Целинском, ни в Песчанокопском районах. Поэтому эти районы, когда вот сейчас такая беда пришла, они первыми провалились. Первыми провалились. Поэтому это один вопрос. Второй вопрос. То есть надо посмотреть на структуру предшественников, которую вы собираетесь высевать, прежде чем подбирать сорт. Дальше. Если у вас в структуре предшественников превалируют благоприятные, допустим, это горох, это пар, это многолетние бобовые травы, нут и так далее, то, конечно же, вы должны посмотреть на уровень влагобеспеченности зоны. К примеру, потенциал продуктивности по уровню влагобеспеченности восточной зоны – это 40-45 центеров, южной зоны – это 65-70 центеров, при азовской зоне – 55-60 центеров. Потенциал по влагобеспеченности. Дальше мы должны посмотреть, а какой уровень минерального питания мы можем обеспечить, и какой уровень минерального питания есть. А уровень минерального питания по хозяйству очень сильно разнится, очень сильно. Даже в пределах одного хозяйства, когда мы делаем почвенную диагностику, мы видим, где в хозяйстве присутствуют и достаточный уровень обеспеченности по минеральному питанию, низкий и средний. Поэтому никак нельзя сбиваться к какому-то одному сорту при всем желании. Если у вас низкий уровень обеспеченности, однозначно отдаете предпочтение или Тарасовским, или Зерноградским сортом. Если средний уровень обеспеченности, то отдаете предпочтение Одесским. Далее сюда уже часть сортов, которые типа «Москвич», которые экстенсивные, из краснодарских. Вот они хорошо себе будут. Если, конечно, высокий уровень обеспеченности, то высокоинтенсивные сорта, краснодарские, ставропольские, импортные, любые сорта, тогда, пожалуйста, можете брать. Вообще пропорции по подбору сортов должны быть следующие. Раннеспелых сортов 10-15%. Средний ранних и средних сортов должно быть 60-65%. И средний поздних где-то 15-20% не более. Это пропорции. По хозяйству они меняются. По каждому хозяйству надо смотреть ситуацию и надо подбирать сорта. А не шарахаться туда-сюда. В этот год получилось так, я посел это. Он раз провалился. И начинаете туда-сюда, дергаетесь, бегаете, и ничего у вас из-за этого не получается. То есть для этого есть конкретный, четкий алгоритм, как подобрать группу сортов, приемлемых для данного уровня обеспеченности влагой, теплом и минеральным питанием. Следующий вопрос, это вопрос, связанный с подготовкой почвы и вообще подходом подготовки почвы под поселом зимопшниц. Надо сказать, что здесь сейчас у нас с приходом минимальных и нулевых технологий наконец-то у нас появилась развязанная рука. То есть мы можем себе позволить разные способы обработки почвы, разные подходы в зависимости от создающихся условий. Я помню, когда в 80-х годах, когда была продовольственная программа, у нас тогда везде была классика, везде пахалась. Это была катастрофа, потому что спашка, произведенная в августе месяце, она приводила только к ухудшению ситуации и ничего хорошего с этого не получалось. Сейчас у нас в 90-х годах у нас стояла проблема, а где набрать предшественников под озимую пшеницу? Потому что мы еще с советским менталитетом, мы в Краснодаре тогда уже озимая после подсолнечка селась. Для нас это была катастрофа. Как сеять озимую пшеницу после подсолнечка? Сейчас этих вопросов даже не возникает у северных районов Ростовской области, даже на юге Воронежа, уже озимую пшеницу после подсолнечка и сеют. Кроме того, сейчас у нас великолепно себя зарекомендовало в качестве предшественников кукуруза на зерно, после нее сеют и отличную пшеницу получают. То есть вопросы по предшественникам на сегодняшний день решены. Другой вопрос. Вы посмотрите на свою структуру посевных площадей. Мы всегда... Чем отличалась Ростовская область от Ставропольского края? В Ставропольском крае до 65% было озимых. И мы предупреждали и говорили, когда у нас говорили в министерстве, о чем мы не можем такую площадь держать, ведь озимые более продуктивные. Да, они более продуктивные, но как только мы перевалим за 50% в структуре посевных площадей озимой пшеницы, нужно ждать неприятностей. У нас 5,7 миллиона пашни, то есть нам перешагают через 2,7-2,8 площади посева озимой пшеницы. Категорически нельзя. Если мы это сделаем, будет катастрофа, так же, как и в Ставропольском крае. То есть начнется гибелина, начнутся проблемы более глубокого системного характера. Поэтому этого допускать нельзя. К этому надо подходить очень-очень гибко. Что касается подготовки почв под озимой, то, конечно, здесь в зависимости от условий влагообеспеченности предшественника у нас очень маневренная система получается. К примеру, после подсолнечка и после кукурузы великолепно получается прямой посев. Просто великолепно. Главное посмотреть и подобрать соответствующие посевные комплексы. После гороха, после нута тоже прямой посев хорошо получается, если этому способствует соответствующий механический состав почвы. То есть надо посмотреть на мехсостав. Дальше, после колоссовых предшественников, чаще всего надо прибегать к обработке почвы в виде многократного дискования или отвальной вспашки, если есть такие возможности провести отвальную вспашку до 20-25 июля и потом сразу довести ее до посевного состояния. К сожалению, надо сказать, что с подготовкой почвы мы очень часто не успеваем. Мы очень редко ее качественно готовим. То есть мы начинаем прибегать к интенсивной подготовке почвы в те периоды, когда уже, как говорится, прошла уборка, мы уже отгуляли, как говорится, кто где, успокоились, начали спокойно готовить почву. Уборка должна заканчиваться одновременно с подготовкой почвы. Вот классика. Если вы одновременно с уборкой урожая заканчиваете подготовку почвы после раноубираемых, вот это вы управились уборкой по-нормальному. Вот это такой должен быть подход. Теперь, что касается вопросов подготовки семян и семенного материала. Прежде чем готовить и остановиться на выборе сортов, нужно, конечно же, проанализировать фитосанитарное состояние, то есть с каким посевным материалом вы собираетесь работать. Если там общий уровень зараженности высокий, то с этим материалом лучше не связываться. И не заморачивайтесь, не готовьте, потому что вы просто дискредитируете любой сорт. Если у вас семенной материал заражен бактериозом, если там больше 20% гельминтоспориоза, мы уважаемые коллеги, какой бы вы сорт ни взяли, вы просто его дискредитируете. Ставропольский ли это, Краснодарский, Ростовский, Одесский, не имеет значения. Вы заведомо угробите этот сорт. Тем более, если вы его посеете по колоссовому предшественнику. Поэтому здесь надо с этих вещей начинать. Фитоэкспертиза семян, оценка посевных качеств. Дальше почвенная диагностика. Оценить по каким предшествиям, какой сорт вы можете себе позволить сеять. Вот тогда, после того, когда вы подготовили почву, подготовили семена, внесли правильное удобрение. А именно, как удобрение. Не так, что вы всю дозу даете с посевом и размещаете его в верхнем 5-сантиметровом слое. Он пересох, и эти удобрения оставились у вас в качестве балласта непонятно на какой год. Когда вы его обернете? Как там они сработают? Одному Богу известно. Поэтому надо правильно применять удобрения. То есть их надо заделывать, если это фостерно-калийное удобрение, заделывать на ту глубину, где основная зона корневой системы. То есть 10-25 сантиметров. Если вы туда это заделаете, то вы получите соответствующий результат. А если вы даете при посеве основные удобрения, то ничего хорошего с этого не получится. Отдельный вопрос по компенсационному азоту. Компенсационный азот, тот, кто стремится его дать в летние месяцы, как правило, большую часть его теряет. Этот азот надо переносить. Или при внесении при посеве, если влажные условия, или вообще в подконку в октябрьскую, ноябрьскую. Потому что, когда есть благоприятные условия по увлажнению, в противном случае вы рискуете весь этот азот потерять. То есть понести затраты, не получив должного эффекта. Сейчас есть большое количество деструкторов разложения растительного материала микробиологических. Но они делятся на три большие группы. Активные штаммы, которые живут там 2-3 дня, которые в основном на рынке представлены. Это спорообразующие микробиологические препараты, которые работают где-то 2-3 недели до месяца. И цистообразующие, которые позволяют работать от 3 до 6 месяцев. Так вот, если вы штаммами работаете, то ничего хорошего вы не получите. Это просто бесполезный труд. Спорообразующие, если попадете под нормальные условия, влага обеспечены. Ну и самое эффективное, это цистообразующие, то есть в цистообразном состоянии. То есть вы их несли, создались условия, они работают. Они остаются в течение полугода живые. Теперь к вопросу о сроках сева и нормах высева. Значит, в зональных системах земледелия, разработанных на 2013-2020 год, четко по зонам у нас расписано, когда можно начинать сев. То есть есть допустимые сроки, есть оптимальные сроки, конец допустимых сроков и подзимний посев. У нас выделено 4 срока сева. 4. Значит, в каких условиях начинается ранний сев, так называемый, до начала оптимальных сроков? Это в тех случаях, если вы очень мало применяете удобрений, если выпали достаточное количество осадков, то есть больше 20 мм в 20-метровом слое. В этом случае вы можете прибегнуть к ранним срокам сева. Но в основном это касается не южных районов Ростовской области, это больше касается северо-востока и северо-запада Ростовской области. Потому что там раньше наступают холода, заморозки проходят, и поэтому там можно допустить появление 3-го, 4-го стебля перед уходом в зиму. На юге больше 2-го, 3-го стебля нельзя допустить, чтобы было. Поэтому, соответственно, если на севере у нас сроки сева начала допустимых где-то с 1-го по 10-е сентября, то центр области начала допустимых сроков с 10-го по 20-е сентября, а на юге с 20-го по 30-е сентября начала допустимых сроков при достаточном увлажнении. И что происходит, если вы начинаете сеять раньше? Ну, во-первых, вы непонятно на какую глубину заделываете семена, и стараетесь, как правило, заделать на глубину больше 5-ти сантиметров, боясь провокации, что выпадут осадки, когда сеете в начале сентября. Это один момент, с которым сложно угадать. И второй момент – с нормой высева. Как правило, в ранние сроки сева норма высева не должна превышать 4 миллионов. Не должна превышать. Надо сказать, что наконец-то и краснодарские ученые прислушались и поняли, что нельзя высевать осенью 6-7 миллионов по озимопшенице, как они раньше рекомендовали. Потому что высевав 6-7 миллионов, мы получаем практически нерегулируемый агроциноз. А когда мы высеваем 3-4 миллиона, мы можем регулировать за счет минерального питания, использование различных ретардантов, можем регулировать развитие озимопшеницы с осени. Поэтому оптимальные сроки сева для северо-запада, северо-востока у нас начинаются в период с 10 по 20 сентября, для центра области с 20 сентября по 30 сентября и для юга области с 1 по 10 октября. Вот они оптимальные сроки. Допустимые на 10 дней позже оптимальных. И подзимний посев – это, как правило, вторая декада ноября. Чем позже срок сева, тем мельче глубина заделки семян и больше норма высева. То есть в начале оптимальных сроков это 3-4 миллиона с глубиной заделки от 5 до 8 сантиметров в зависимости от массы тысячи семян, в зависимости от энергии роста. В оптимальные сроки это, как правило, 5-6 сантиметров, бывает 4-5. То есть это при посеве, если северо-влажную почву. Сев в сухую почву должен производиться только при снижении среднесуточной температуры воздуха до 17 градусов и ниже. Тогда мы можем производить посев на глубину 3-4 сантиметра, не более, с нормой высева на конечную густоту. И при поздних сроках сева мы уже рассчитываем на то, что озимая пшеница у нас не будет куститься. Не будет куститься. Мы сразу высеваем те же 5,5-6 миллионов из расчета того, что мы получим сходы практически уже или перед уходом зиму, или зимой, или в начале весны. Точно так же и по подзимнему посеву. И надо сказать, что здесь уже глубина заделки 2-3 сантиметра, не больше. Потому что при поздних посевах на каждый сантиметр глубже заделка, это на неделю позже появления всходов. Теперь, что касается вопросов прогнозов, когда в этом году, как сложатся осенние условия и когда следует пробегать к посевной. Конечно же, сильно отклоняться от тех параметров, которые указал, не стоит. Но нужно обратить внимание на что. Ввиду того, что существует годовой баланс и осадков, и температуры. И по прогнозам на эту осень, осень у нас будет в принципе обычная. То есть, у нас в октябре месяце уже ожидается похолодание. Поэтому слишком затягивать с посевом тоже не стоит. Это с одной стороны. С другой стороны, там прогнозно, вроде бы в начале сентября ожидаются нормальные осадки. Поэтому эти осадки тоже надо использовать. Но нельзя загущать. И если уж по каким-то причинам вы раньше посеяли, то постарайтесь с осени отрегулировать развитие вегетативной массы за счет применения ретардантов. Такая возможность есть. Потому что то количество удобрений, которое сейчас некоторые применяют, оно ни в какие ворота не вписывается. Они никакими нормами не обосновываются. И благодаря тому, что сейчас такая стоимость на зерно, зерно, а зима, пшеница, это еще как-то балансирует ситуацию. Но если вы получаете себе стоимость зерна больше 9 рублей, то вы балансируете на краю. Малейший перебат цены, как это было в 2017 году. И все, и ваша основная финансово обеспечивающая благополучие культура зима, пшеница, будет провальна. Вопрос такой, ну пару вопросов, все можно. Так это еще раз, по норме высела. Смотрите, ну раньше как у нас мы получили, что к уборке должно быть 600, но 800 стеблей, да, на квадратную метку? К уборке, да. Сейчас без палового алгоритма до 1000-1200, правильно? А как у нас в восточных районах, когда у нас даже 100 рублей не пустится? Стоп, 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 не спешите. Значит, никогда 1000-1200 стеблей у нас не дадут максимальный выход зерна, потому что она будет щуплая. У нас почина... Для того, чтобы иметь 1000-1200 стеблей к уборке, у нас должно быть среднегодовое количество осадков 750-800 миллиметров. Вот тогда мы можем рассчитывать на 1000-1200. Да, при том количество осадков, которое у нас, а это 350-450 миллиметров, мы к уборке должны иметь 600-800 стеблей, не более. Иначе у нас будем либо щуплое зерно, либо мы вообще не получим нормального урожая. Потому что озерненность колоса будет слишком малая. То есть средняя часть. Ну, это по Зимолековскому району. Что-что? По Зимолековскому району. Ну, по Орловскому району. По Орловскому, да. Допустим, 3 миллиона дают лучше, чем 6 миллионов. Значит, нет. Вопрос не в том, сколько вы сеете, а вопрос в том, как вы регулируете продуктивность стеблей стоя. То есть, если вы сеете в облаженную почву в начале оптимальных сроков, то даже превысивая 3 миллионов, образуется при уходе в зиму 9 миллионов стеблей, и которые шикарно зимуют, и они с минимальным выпадом, получается, подходят к уборке. То есть, их и остается. Часть выпадает в фазу начала трубкования и до калашения. И остается в зависимости от условий 700, 600, 800 стеблей. Но зато озерненность колоса и выход зерна с единицы площади максимально получается. Ведь у нас чем определяется продуктивность озимовщини? Тремя параметрами. Количество продуктивных стеблей, количество зерен в колосе и масса тысячи зерен. Поэтому эти факторы очень тесно взаимосвязаны. Любой перекос в ту или иную сторону ведет к... С вашим наглядным опытом, все-таки для восточных районов, что вы рекомендуете? Для восточных районов 3,5-4 миллиона – это потолок. Там схожи? Да, да. 20% на капитале? Нет, это должно быть схожих семян, не более. Больше, это вот если говорить о пролетарском районе, если мы туда передвигаемся, Ремонтинский, Дубовский, там вообще 2,5-3 миллиона. Больше просто они не тянут. Ведь происходит самозагущение, и элементарно не хватает влаги. И все. Вы теряете потенциал продуктивности. А еще такой вопрос о препаратах, модусы ССС, чем они отличаются? Ага. Модусы ССС, во-первых, разные ДВ, и они по-разному действуют. Если, допустим, хлорхолинхлорид, мы можем применять трижды в течение вегетации, да, СССС, это четвертый лист, это начало трубкования и появление предфлагового листа, то есть полная регуляция, как это в европейских технологиях происходит. То модус больше, чем один раз мы не можем применить, и здесь велика вероятность того, что мы не попадем в долгий срок. Но я уже говорил, что если за рубежом сорта, которые выдаются в районировании, они в паспорте сорта имеют, какой дозой ретарданта надо работать, то у нас большинство сортов к ретардантам практически не приспособлены. Потому что если мы посмотрим, что из каких геномов создан сорт, то большинство этих геномов, они просто не реагируют на ретарданты, понимаете? Ну, то есть Алексей, а Рома... Да, нет, Гром реагирует, а Таня Алексеевич практически нет. А Таня? Таня реагирует, да. Поэтому, когда вы начинаете, не зная характеристики сорта, как он отзывается на ретарданта, начинаете экспериментировать и смотрите, не работает. Ни ЦЦЦ, ни модус, ни композа, ничего не работает. А потому что он просто не реагирует на регуляторы роста, понимаете? Вот в чем задача. Я всегда селекционерам говорил, Ребят, ну вы создали сорт, ну дайте его характеристику. Что по характеристике важно для производства? Сколько температуры нужно от фазы всходов до кущения, чтобы он регулировал? Для какого уровня питания? То есть сколько уровня обеспеченности, чтобы... Как он реагирует на ретарданты, регуляторы роста? И как он выдерживает, какую минимальную температуру он выдерживает? Вкущение, трубкование, калашение. Три вещи дайте, и мы будем нормально себя чувствовать с точки зрения технологов. Тогда мы можем подстроить технологию. Но модус все-таки... Модус для большинства сортов озимой пшеницы не подходит. Он очень хорошо работает на озимой ячмене. Я еще не сказал, что по озимой ячмене у нас 4 абсолютных лидера по южному северокавказскому федеральному округу. Это базальт, это иосиф, это луран и кориока. Вот 4 сорта, которые в этом году они до 90 центров давали и меньше всего были подвержены условиям. Я неполную информацию владею по ставропольским сортам озимого ячменя. Но вот по Краснодару, по Ростову вот получилось так. Алексей Петрович, пожалуйста, вопрос. А в процессе сегодня чем-то? Про посевное, что вновление, все уже удобрения можно носить, разумеется. Не на 15-20 лет. Естественно. Значит, в системе удобрения предусмотрено основное внесение, то, что вносится под основную обработку. Предпосевное, что под предпосевную обработку. Припосевное, что припосеве. И дальше идут подкормки. При корневые, а не корневые. Ну, фосфор написано, что 1 сантиметр от корневого. То есть, по фосфору тема отдельная. Все зависит от того, в какой форме вы даете фосфор. Фосфор у нас сейчас представлен в виде минеральных соединений. Это соединение одно-двух-трох замещенное, соединение фосфорной кислоты, кальция замещенное. Поэтому коэффициент усвоения этого фосфора, это идеально, если вы получите хотя бы 15-18%. Чаще всего коэффициент усвоения 7-8%. Стоимость самая дорогая этих удобрений. И поэтому, когда вы сами себе шишки набиваете, не зная, как оно, не спрашиваете науку. А что вносить вообще? Его надо вносить локально на глубину 15-20 сантиметров. Как правило, если речь идет о парах, срок внесения это май-июнь. Вот когда его заправляют. Вот тогда вы получаете по мафосу максимальную отдачу. Если же вы переходите к внесению удобрений в август, сентябрь, октябрь, однозначно переключайтесь на ЖКУ. И ЖКУ надо не опрыскателем вносить, а надо локально вносить в ту зону, где будет у вас развитие корневой системы с осенью. А именно в 10 сантиметров. А вот это уже другой вопрос. Как добиться того, чтобы вы... Значит, оборудуете селки таким образом, чтобы посев производился на 5 сантиметров, а внесение удобрений на 10 хотя бы сантиметров. За рубежом, вот в Штатах, в Канаде это практикуют очень хорошо. Ведь там преимущественно технологии нулевые. И там сразу производят заправку азотом и фосфором на конечную величину. То есть созданы соответствующие пассивные комплексы, когда производится пассив и одновременно внесение азота с фосфором. Безводный аммиак плюс ЖКУ. Александр Валентинович, спасибо. Целая на урожайность. Семена в зависимости от массы тысячи. От массы тысячи? Да. Ну, самое продуктивное получается средней части колоса, не самое крупное, не самое мелкое, а среднее. Среднее лучше всего передают хозяйственно-ценные признаки. Ну, это какая масса? Это масса какая? А по годам она разная. Вот в этом году 36-40 грамм на тысячу. А мы уже короткие вопросы. Все-таки как вы считаете, нужно ли нам, что у нас на Северном Кавказе, на Северном Кавказском регионе, в Шестом регионе, 180 сортов азимы и мякок? Да это вообще утопия. Вы же понимаете, мы производственников загнали в тупик вот этим количеством сортов, понимаете? Они не знают, что делать. А у них... Да, это точно так же, как вы посмотрите, что творится с всякими стимуляторами, наборами разных микроэлементов. Что сейчас только не предлагают? Там голову сломишь. Там специалисты не разберутся. А они приезжают, им по ушам каждый ездит. Они, кто лучше проехал, того и взяли. Для любого производства, 3-4 сорта, мне кажется, достаточно. Ну, просто для каждого. Вообще, вообще, да. По группам спелости. Да. По группам спелости. Ну, группы спелости, с учетом предшественника и особенностей, ну, 5 сортов пределов для хозяйства. Больше вообще не надо. Вот поверьте, не стоит. Друзья, нам необходимо завершать, поскольку время аренды зала заканчивается. Спасибо всем участникам и спикерам, и представителям хозяйства. Мне кажется, полезный разговор. И хотя, вот, ситуация нынешнего года, она, как говорят, раз в 12 лет, но, тем не менее, какие-то закономерности и сейчас, наверное, проявились. И вот сегодня были, я для себя отметил, что январь-февраль подкормки, это надо очень осторожно. По срокам сева и нормы высева, тоже зарубки важно сделать на память. И вот средне-ранние сорта, основа, да, из мозаики. Сумма отрицательных температур проследить, проследить. Конечно, ни один прогноз погоды, наверное, не подскажет, что будет весной. А если вот годовой баланс прикинуть, то можно и самим предвидеть, будет ли весной мороз, как в нынешнем году, и много прочих вещей. Я еще хочу сказать о том, что пригласить всех присутствующих аграриев на зерновую конференцию, которую мы будем проводить с участием директора Института конъюнктура аграрного рынка «Рылько» 27 августа. Она пройдет в Ростове-на-Дону по адресу Театральный, 85. Там у нас уже забронирован зал. «Рылько» уже купил билет, летит к нам из Москвы. Театральный проспект 85, четвертый этаж 27 августа. Там будут спикеры помимо него, но центральная фигура, конечно, он с его прогнозами, что будет с ценами культуры на следующий год и прочее. Спасибо всем за участие.